Поскольку у вас больше 90% в декабре прошлого года не были здесь, напрашивается еще одна очень важная история, связанная с нашим мероприятием. С 2018 года мы проводим эти праздники, они все ярче становятся, неизменно одно. Наш балетмейстер, ну куда от него денешься? Ну нет, пока лучших, это конечно с одной стороны плохо, но мы рады тебя всегда встречать на этом балу. Ты уже стал символом этого нашего новогоднего бала и посмотрите, насколько он профессиональный человек. Я даже сам не ожидал. В кино мы его видим, концерты он очень серьезные, ответственные ведет. Патриотичный, мужественный человек, оказывается еще и балетмейстер. Хотелось бы, чтобы у нас все такие граждане Беларуси были. Ну а если будет лучше, то тоже хорошо. И лучше меня, как президента, и лучше тебя, мы к этому должны стремиться. Когда за спиной нет таких и получше, это наш с тобой недостаток. Вот так и отвлечение. Так вот, в семнадцатом году, вы сейчас удивитесь, один из беглых, как мы их сегодня называем, один из них принес идею. Идею. А вот венцы обратились, австрияки, чтобы я попросил вас, чтобы мы проводили здесь венский бал. Я говорю, знаю, это не первое предложение. Ну вот, Александр Ильич, надо, чтобы вы рассмотрели и согласились. Это же венский бал. Ну кто не видел, тот знает. Венский бал. Ну и я смотрел. У них, конечно, зал в два раза меньше нашего, но они так снимают объемно, что просто красотища. Хорошо, что я тогда не согласился сразу, потому что венский бал во мне в какой-то степени жил. Не скажу, что я уж такой гурман в этой части. Ну действительно, венский бал. Кто его не знает. Я говорю, хорошо, я подумаю, дам ответ. Это было в семнадцатом году. В восемнадцатом мы провели первый бал. Я думаю, слушай, ну а мы что, хуже австрияков? Хорошая, толковая нация, красивая страна. Венская опера или где там зал этот. Ну, у нас лучше. Люди у нас хорошие, талантливые. Я не знал, что есть хороший концентр-мейстер, но думаю, впереди столько времени подготовим. Но подумал, ну идея хорошая на эти праздники, в эти декабрьские вечера приглашать яркую, талантливую часть нашего общества. Ну это кто? Конечно, наши девушки, наши женщины. Ну и мы подтягиваемся к этому времени. Смотрите, и военные, и гражданские. Просто мужики, красавцы. Я был в молодости ведущим концертов, как это их называли раньше у нас, конферансе или... Конферансе. Да. Поэтому немного в этом разбираюсь, наблюдаю за нашими мужиками. Думаю, ну он же никогда вообще не понимал, что такое танцы. И среди вас такие есть. Но он так гордо, красиво выходит. Где он научился этому за несколько дней? И вот сегодня я рад, что тогда принял решение. Нет, мы, белорусы, красивая нация, красивые страны. У нас есть красивые девушки, мужики подтянутся, будут тоже красавцами. Мы будем проводить свой венский бал. И будет он называться бал новогодний. И вот с 18-го года мы проводим эти праздники. И один рабочий момент, что тут важный для вас в жизни. Я всегда говорю, вот будешь идти мимо Дворца Независимости когда-то, посмотришь, сынушки, и вы тоже, у вас будут внуки, внучки, посмотришь, влево, вправо. Вот я в этом зале был. И нас миллионы из-за границы, которые хотят побывать в этом зале. Поэтому мы его открыли, Дворец Независимости, для посещения людей. Миллионы людей побудут здесь. Тысячи уже были и вынесли с собой хорошее впечатление. Но что может быть лучшим впечатлением, когда вы, или уехав отсюда, или со временем, получите, как раньше говорили, кассету. Сейчас это флешка, или как у вас там называется, с записью этого мероприятия. Здесь много журналистов, операторов, фотографов. Я вас очень попрошу, поработайте по-настоящему. И мы каждому из присутствующих подарим в записи этот прекрасный праздник, который они будут смотреть вечно. И подарят своим детям и внукам. Продолжение следует...